МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. В студии Родион Архипов. Смотрите сегодня в выпуске. Неограниченные возможности. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец провела видеоконференцию по вопросу трудоустройства инвалидов. Спешите делать добро. В Чебоксарах стартовала акция «550 добрых дел». Попали в сказку. Один из детских санаторий в Чувашии приготовил специальную программу для слабовидящих детей. 10 соток под строительство собственного дома. В Маргаушском районе очередная многодетная семья получила сертификат на землю. Участок земли, 118 гектаров, отвоеван у серых перекупщиков. Теперь здесь разместится коттеджный поселок со всей инфраструктурой. Наша съемочная группа одной из первых поздравила семью Грачевых. Самый младший член семьи Грачевых, Коля, родился только в этом году. С появлением третьего ребенка семья стала многодетной. Теперь Надежда и Вячеслав растят трех богатырей. По закону вы имеете право получить земельный участок для жилищного строительства. Вам предоставляется 10 соток. Участок расположен в Кадикасинском сельском поселении. В преддверии праздника День Матери мы очень обрадовались, что нам вручат этот сертификат. Так как мы давно уже ждем и мечтаем, так как у нас три сына, квартира уже маленькая становится. Планировали мы и раньше, что нужно строить дом. А тогда, когда мы узнали, что это уже около Волги, в Кадикасинском сельском поселении, и не до города Чебоксары, мы очень обрадовались. Повезет Грачевым не только с местом, но и с соседями. Сейчас на территории Кадикасинского сельского поселения Маргаушский район формирует 111 земельных участков для многодетных семей. У нас планируется до конца года, и задача перед органами самоуправления стоит в том, чтобы те, кто на сегодняшний день стоит на учете, им земельные участки предоставят. Чтобы жить было комфортно, домов, участков и хороших соседей недостаточно. Нужны коммуникации, детские сады, школы, дороги и магазины. Руководство района утверждает, инфраструктура не заставит себя ждать. Ольга Перечкина, Алексей Иванов, Николай Яковлев, Республика. Календарный год близок к завершению. Время подводить итоги. Как правило, последней контрольной цифрой становятся показатели работы за 9 месяцев. По ним сверяют выполнение планов. Итоги подвели сегодня в Минздравсоцразвитие. В расширенной коллегии принял участие и глава Республики Михаил Игнатьев. 2013 год для здравоохранения Чуваши выдался удачным. В рамках программы модернизации завершился капитальный ремонт 40 лечебных учреждений. Закуплено около 3000 единиц современного оборудования. Все это позволило повысить качество оказываемых медицинских услуг. В 2012 году впервые за последние 20 лет рождаемость превысила смертность. В этом году удалось сохранить положительную тенденцию. Но нам еще есть к чему стремиться, заметил глава Чуваши. Сегодня наше население Чувашской республики удовлетворено на 45,7%. Этот показатель лучше, чем в целом, в среднем по Российской Федерации. И у нас в медицину не первый год, а десятилетиями вкладывались соответствующие средства. Вот эти показатели у нас должны улучшаться и мы должны преодолеть 50-процентный рубеж. Основные векторы работы системы здравоохранения – всеобщая диспансеризация населения, охрана материнства и детства, информатизация отрасли. Кроме того, участники расширенного заседания коллегии Минздрава обсудили вопросы эффективности закупок, проводимых лечебными учреждениями, итоги независимой оценки качества работы медиков. Отдельно обсудили резервы, которые необходимо задействовать для снижения смертности от новообразования и внешних причин. Эти показатели по-прежнему тревожат медиков как Чуваши, так и России в целом. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня подвели итоги работы за 9 месяцев и в Минтрансе. В 2013 году на ремонтные работы на дорогах региональной, межмуниципальной и местной сети было направлено более полутора миллиардов рублей. В целом завершены работы по строительству автодороги в обход Новочебоксарска к полигону твердых бытовых отходов. На ее возведение освоено 185 миллионов рублей. За 9 месяцев текущего года отремонтировано 183 дворовые территории и 101 проезд к дворовым территориям. Завершена разработка проекта в стратегии развития Чуваш автотранс программы финансового оздоровления предприятия. В 2013 году предприятие сработает убыточно, недополучит 2,5 миллиона рублей. Сотрудники Минтранса совместно с представителями ГИБДД и другими заинтересованными ведомствами провели 37 выездных проверок технического состояния транспорта и в связи с обращением пассажиров. Во время таких мероприятий составили 39 протоколов об административных правонарушениях, наложенный штраф 76,5 тысяч рублей. Один из лучших способов социализации людей с ограниченными возможностями здоровья их трудоустройства. Причем не только на специализированные предприятия для инвалидов по зрению или слуху, но и на специально оборудованные рабочие места в различных учреждениях и организациях. Именно это предусматривает прошлогодний майский указ главы государства. Как он выполняется, обсуждали на видеоконференции вице-премьера российского правительства Ольги Голодец с регионами. Основные сдерживающие факторы, мешающие людям с ограниченными возможностями здоровья трудоустроиться на открытом рынке труда, отсутствие необходимой инфраструктуры на предприятиях и на рабочих местах. Именно поэтому постоянную работу имеют сегодня всего лишь 32% трудоспособных инвалидов. Это средний российский показатель. Но в Чувашии он вдвое выше. За 9 месяцев этого года из полутора тысяч обратившихся в органы занятости нашли работу 1038 людей с ограниченными возможностями. Средства, выделяемые из федерального бюджета на организацию специализированных рабочих мест, в Чувашии осваиваются полностью. Всего инвалидов 90 тысяч, 30 тысяч одна треть в трудоспособном возрасте, 10 тысяч имеют трудовые рекомендации. То есть 3, 3, 3. Три раза меньше вмешается. 90 всего, 30 трудоспособный возраст, 10 тысяч инвалидов имеют трудовые рекомендации. 5,5 тысяч инвалидов заняты. Не занятыми остаются где-то около 4,5 тысяч инвалидов всего. Ежегодно предусматривается около 7 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджета, пропорция 95 на 5. 95 федераций, 5 процентов Чувашской республики с финансированием. В процессе видеоконференции обсудили и выполнение другого социально значимого указа о повышении оплаты труда работников образования и культуры. Все прогнозные цифры в Чувашии достигнуты, а если точнее, то показатели дорожных карт выполнены на 101, некоторые и на 129 процентов. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Валентина Андреева встретилась со старшеклассниками гимназии номер 6, представителями клуба начинающих журналистов «Центр пресс» и участниками конкурса школьных газет «Школа пресс». Сто начинающих журналистов слушали мастер-класс по написанию новостей от Министерства информационной политики Валентины Андреевой. Валентина Владимировна призвала собравшихся активно использовать в своей работе интернет, напомнив при этом, что необходимо обезопасить себя при работе со всемирной сетью. Для этого есть множество программ, которые ограничивают доступ к нежелательным сайтам. За год работы Закона о защите детей от вредной информации заблокировано 14 тысяч информационных ресурсов. Одним из ресурсов, где можно черпать полезную и безопасную информацию для новостей – единый портал госуслуг. Всех начинающих журналистов Валентина Андреева призвала также участвовать в межрегиональном открытом творческом конкурсе школьных газет «Школа пресс», который проводит издательский дом «Грани». 550 добрых дел к 550-летию столицы. В Чебоксарах продолжается марафон, приуроченный к празднованию юбилея города. Его отметят в 2019 году. А до этого времени каждый желающий может совершить добрый поступок. В рамках марафона в столице стартовала акция «Лучик добра». Началась она с помощью детскому саду «Берегиня». «Лучик добра» сегодня в 23-м детском саду корректирующего типа. Послы добрых дел передают детсаду подарки, собранные жителями столицы. Родители со своими детками приносили игрушки, канцтовары для детей, чтобы своим добрым делом и на своем примере могли показать своим детям, как надо, и в любое время прийти на помощь. Книги, раскраски, карандаши, игрушки, комплекты постельного белья. С начала ноября горожане несут все необходимое в Центр развития дошкольного образования столицы. Среди них и родители, и воспитатели самих детских садов, которых объединяет одна цель. Что передать лучик тепла нашим детям от всего сердца. Понятно, что нуждами детсада занимается город, но потребности учреждения большие, рассказывают педагоги. А в Берегине рады любой помощи, будь то игрушки или благотворительный концерт. Говорят, подобные акции помогают развернуть общество к детям с ограниченными возможностями. Этим детям важно социализироваться в обществе. Важно, чтобы их научили взаимодействовать с другими людьми. И поэтому любое общение приветствуется. Лучик добра коснется еще трех специализированных учреждений столицы, в которых воспитываются ребята с ограниченными возможностями. Всех, кто готов внести свою лепту в копилку добрых дел, ждут в Центре развития дошкольного образования на Университетской, 22. Ольга Григорьева, Александр Петров, Республика. Играть, развиваться, лечиться и обучаться одновременно. Такую уникальную возможность получили слабовидящие дети нашей республики. 90 ребятишек с ограниченными возможностями на протяжении месяца будут обучаться в санатории «Лесная сказка» без сопровождения родителей. Как это стало возможно, вы узнаете из нашего сюжета. Проверка зрения для Димы – процедура привычная. Непривычно место и отсутствие родителей. Но это его совсем не расстраивает. Много у меня друзей появилось там, в санатории в этом. Мне это в санатории очень нравится, когда я сюда приехал. Он нравился мне. И я был счастлив. Таких счастливых, слабовидящих детей в санатории «Лесная сказка» 90. Это первый раз, когда ребятишки приехали такой большой группой. И впервые они могут развиваться, лечиться и обучаться одновременно. Кроме стандартных уроков по общеобразовательным предметам, дети занимаются квилингом и вязанием. К тому же эти особенные дети получают возможность общаться с обычными детьми. Вот незрячим помогают. Зрячие постели заправлять, ходить на прогулку, им тяжело выходить. Вот некоторым, да, вот помогают друг другу. Даже мы не знаем, что они не с нашей школой. В санатории «Лесная сказка» лечат и оздоравливают детей от 5 до 16 лет с заболеваниями органов дыхания, кровообращения, часто болеющих детей. На 1 ноября этого года здесь побывали более 4 тысяч ребятишек, из которых почти 300 с ограниченными возможностями. Совместная работа с Республиканской офтальмологической больницей позволяет добиться лучших результатов в лечении, отметили специалисты санатория. Специалисты этой клиники при заезде детей осмотрели всех деток и к нашему лечению добавили специализированное офтальмологическое лечение. Следующий заезд в «Лесную сказку» тоже необычный. 2 декабря слабовидящих детей заменят слабослышащие. Ольга Алексеева, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. В сочинение возвращается список выпускных экзаменов. После дискуссии в обществе такое решение принял президент Владимир Путин. Причем сочинение нужно будет не только писать, но и защищать. Новые образовательные стандарты, меняющие подход к системе обучения русскому языку и литературе, должны разработать до 1 марта 2014 года. Как будет выглядеть процесс защиты сочинений, пока непонятно, но цель очевидна. Логично и аргументированно изложить свою точку зрения можно только если сочинение ты сам и написал. А не скачал, как это часто бывает в интернете, где попадаются откровенно безграмотные заготовки. Если верить результатам ЕГЭ, средний уровень знаний выпускников по русскому языку и литературе с каждым годом растет. В этом году число 100 бальников превысило 2,5 тысячи. С возвращением сочинений баллы наверняка станут скромнее, но куда более приближенными к реальности. Презентация чувашского языка стала лучшей на третьем международном фестивале языков, посвященном Дню толерантности. Наши земляки стали лучшими среди языковедов. Строгая жюри оценивала многообразие языков мира, уникальность и ценность каждого из них. Участниками были представлены презентации 20 языков. В их числе языки больших и малых наций, мертвые языки и искусственные языки. Чувашские на фестивале представили преподаватели ЧГПУ Надежда Степанова и Евдокия Андреева. Дворец детского и юношеского творчества города Чебоксары стал победителем Всероссийского конкурса 100 лучших предприятий и организаций России-2013. Его отметили в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования». Наша съемочная группа решила выяснить, в чем секрет успеха детского дворца. Пять тысяч детей ежегодно приходят во дворец, чтобы получить творческие навыки. В этом им помогает более ста педагогов и организаторов. Каждый десятый воспитанник практически ежегодно становится победителем и призером различных конкурсов. Во дворце работает восемь детских объединений по всем направлениям дополнительного образования. И каждый из детей, посещающих учреждение, абсолютно бесплатно и по собственному желанию имеет возможность заниматься по любому из выбранных направлений дополнительного образования. Поэтому совсем не удивительно, что у такого учреждения богатая история, а также известность далеко за пределами республики. «Экспертный совет, основываясь на открытых аналитических данных, это и при изучении сайтов, других документов и сообщений, представил свою позицию для экспертизы форума. И предложил для участия Дворец детского и морского творчества, чтобы мы предоставили некоторые данные о нашей деятельности». Каждый год во дворце появляются новые отделения, кружки и секции. Детская политическая академия уникальна. Такого объединений нет в России, а десять объединений имеют звание образцового. К юбилею столицы дворец должен преобразиться. На его реконструкцию выделено 2 миллиона рублей. Михаил Дементьев, Александр Петров, Республика. В Чебоксарском дворце детского и юношеского творчества прошел концерт воспитанников. И в этот раз зрителей порадовали воспитанники вокально-эстрадной студии «Мечта». Музыкальный коллектив в этом году отпраздновал свое десятилетие. Десять лет назад вокальная студия базировалась в маленькой комнатушке дворца детского и юношеского творчества. Но занятия туда ходили всего несколько человек. Теперь же в просторном кабинете эстрадной песни еле хватает места всем участникам. Бессменный руководитель студии «Мечта» Екатерина Махалкина старается, чтобы каждый воспитанник научился петь красиво и правильно. За все эти годы коллектив, ребята, зарекомендовали себя с положительной стороны. Наши ребята принимали участие в творческих конкурсах вокалистов, таких как «Золотая копея», «Золотая осень», «Жемчужная копея», «Голос столицы», «Волшебный голос». Также на таких международных, как «Национальное достояние», «Унисон», «Адрес детства России», где заняли все практически призовые места. С каждым годом желающих красиво петь становится больше, и вместе с тем увеличиваются награды за лучшие выступления в городских и межрегиональных конкурсах и фестивалях. Максим Короткий и Лера Сидоренко – постоянные победители всевозможных конкурсов. Я хожу в этот коллектив уже с пяти лет. Мне очень нравится сюда ходить, я научилась петь. В международном конкурсе я заняла второе место. Недавно в «Голосе столицы» заняла первое место. Выходить на сцену и выступать перед зрителями хотят почти все, но перед этим нужно хорошо подготовиться. Чтобы выступления были красочными и интересными, воспитанники учатся танцевать и ставить сценки. И главное – создать образ и костюм. Каждая песня старается подготовить особенный костюм. На десятилетие коллектива выступали самые лучшие вокалисты. Со сцены звучали русские и чувашские песни. Не остались в стороне и хиты зарубежной эстрады. У каждого возраста своя песня. Екатерина Махалкина нашла подход и к детям всех возрастов. Она за несколько занятий угадывает желания участников и выпущает их в жизнь. Как мечту. Светлана Лейкимова, Александр Петров, Республика. Этим занимаются в каждой стране, практически в каждом доме. А вы делаете это прямо сейчас. Смотрите телевизор. 21 ноября мир чествует самые популярные СМИ – телевидение. Отмечать День телевидения еще в 1997 году предложила Генеральная ассамблея ООН. Предполагалось, что в этот день страны будут обмениваться телевизионными программами на тему мира, безопасности, экономического и социального развития. Впервые телевизионные приемники появились в 30-х годах прошлого столетия. Тогда американский инженер российского происхождения Владимир Заварыкин изобрел катодную трубку. Массовое распространение телевещание получило в 50-е годы. Сегодня по всему миру работает огромное количество телестанций и каналов. Ну а национальное телевидение «Чувашия» рассказывает вам о самых интересных и самых значимых событиях республики и освещает культурную и экономическую жизнь нашего региона. Спасибо, что вы выбрали нас. Смотрите национальное телевидение «Чувашия» и дальше. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова